Благодарю Богу, вот я думаю, сына. Чего вы ударили? А? Кийком? Почему такой кийок нормальный? Он не резиновый, как вот. Денься, это я. Я знаю, месяц, да я прям. А, хорошо. Друзья, расскажи, секундочку, расскажи, будь ласка, что-то тут бывает, люди просто не могут понять, потому что внезапно пошла атака. Слушайте, все просто. Приехали делегація Закарпаття, которые лично знают Порубея, я так понимаю, и они требуют от него ответы на много вопросов о том, что происходит в стране и что делает влада. Вот это, я так понимаю, ответы есть, да? Да, да, да. Дали Порубею, который просто прекращается общаться с людьми, годину, чтобы он вышел до них. Так как Порубей пришел до влады с Майдана, он понимает, что это такое. И, ну, я так думаю, что он, как человек, которую мы привели Майданом до влады, ну, мает прислушаться до людей. Принайменно, жодная людина, а не Порубей, а не его представник до людей не вышла. Но, вместо того, началась атака этих так званых космонавтов, которые настолько, скажу честно, были по головам людей, ніби им за это прочитается какая-то отдельная премия. То есть, сначала они для виду, там, что-то рассказывают, давайте, не бойтесь нас, поштовхаемось. Но, как только они получают наказ, а наказ они получили сегодня раз в пять, они переходят до наступа. И, ну, их тактика такая, они пытаются бить в спину, то есть по голове, но в спину. Я встиг повернутися обличчям, мені в спину они ударить не смогли, то декілька разів отримав по голове, по руках, ну, и разбили чимось. Ну, я не скажу, что я не дав ответку, двох я уронил, я був с голыми руками, без кийок, без палок, без зброи. Бо моя зброя, це я сам. Вони нам кажуть, кидайте палки. Ми кажемо, у нас, кроме палок, є багато чого. Але сьогодні ми без зброи, ми вимагаємо від влади відповіді, нам потрібні люди, щоб вийшли з Верховної Ради. Ми маємо від них почути, що відбувається в країні, саме в правовладній партії. Дружи, представьте, будь ласка. Меня зовут Микита Кашницкий, позивний мачети Полтава. Добре. Дружи, вот вам скажешь, кого они себе представляют. Люди не могут понять, просто, что тут происходит. Почему бы пошла атака правоохоронців, что там відбувалось? Ну, им просто не подобается, что кто-то приходит в Верховную Раду, вот и все. Вообще, в нас в Украине скоро... Нет, это не полиция, это просто мусора будут нам рассказывать, как дыхать, куда ходить, как приседать, как вообще жить. Вот люди пришли висловить свою непокору стосовно Петра Олексійовича и его шайки. У нас еще один постраждал. Короче, сена берется. Дружи, ты можешь в двух словах рассказать, с чего, в связи с чем эти нападения, что там відбувается? Ну, нападения, это, наверное, Аваков руководит. Я все-таки считал, что полиция как-то немножко меняется, начинает думать головой, что за приказы они исполняют. На самом деле они не думают ничем, у них нечем думать. Приехали ребята на мирный митинг с Западной Украины, решили провести, выбежали, скажем так, беркут. Ну, не скажем так, оно так и есть. Ну, безбожно, по стандарту, начали избивать людей. Мы начали защищать мирных граждан, все-таки мы давали присягу народу Украины, защищать его. И этот случай не исключение. Ну, со стороны полиции, как полетели и камни, палки, видел те же телескопические дубинки. Брали обычную палку с крюком, богор или как, бежал тоже один там полицейский с ним. Задержали кого-то? Да, задержали человека три, по-моему, точно. Понятно. Представь себе, пожалуйста. Мой позывной чудо, боец батальона Донбасс. Служил в батальоне в 14-м году, в 15-м, в 16-м. Скажите, пожалуйста, акция. А другую скорую может положить? Нет, мы заправляемые уходы уже получили. Больше и больше против Украины выражают недобольствие правлящей владе. Я так понимаю, сегодня кого-то из руководства Беркута свербит. Не знаю, я стараюсь не материться, потому что то, что отбывается, когда люди приехали на мирную акцию, их начинают просто брутально избивать. Все, что я могу сказать, что чем больше здесь будет людей, тем более в безопасности будут те, которые здесь сейчас протестуют. Нет, они завтра придут до вас. Я имею в виду те, кто сейчас рубит. Выбачьте, у меня слов нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...